во имя отца и сына и святаго духа аминь салон 137 2 стих поклоняясь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего один стих храм стороне что было сделано как будто не существовало слова осталось живое и действенное вот откуда все эти разные мысли о том что рукописи не горят и прочее вот и где при открытии эту тайну можно только по слову божию давайте мысленно так проиграем 982 год крещение руси официально никто не скрывает приходят монахи что они с собой взяли греки первый епископ михаил встретили гостей накормили дальше что вот моем воображении так они сразу спросили вас лопаты есть какие штыковые подгребать землю куда киевский город копать нашли подземное христианство принесли конечно ящики сундуки свечей то может быть взяли ладана ни слова о слове нету нигде вообще нету проходит день-два никто ничего не знает а как а вот так переводчики которые не знают языка переводят а вот они кириллом японии кириллом японии это вообще там там болгария все брали поэтому перевод это не из жизни взятый такого языка не было на который переводили а может кто-то догадается как вот сегодня арабский для всех дагестанцы чеченцы арабский язык а он мертвый на нем никто не разговаривает его надо учить учить самое большее три четыре предложения вот это самое проходит год два сто восемьсот не с места восемьсот восемьдесят восемь я эту цифру внезапно обнаружил переведено было 1876 году легко запомнить восемь семь шесть ровно восемьсот восемьдесят лет для русских и живущих на этой территории слова божие не звучало маленько только задуматься уже в оборок упасть можно речь идет о царстве небесном сейчас мы увидим какую роль занимает слова божие который перед нами открыто почему такой быстрый рост у сектантов у иритиков протестантов слово божие звучит мы ходили все время по кровь и собор здесь выходит несколько человек поговорили я говорю а что да пришли больного тут а то я увидел ходил храм и вдруг исчез попал в аварию ну и что священнику сказали да так он врачам обра то есть все на уровне жития и в это время его больного посещают баптиста я не в первый же день подарили ему библию а он же руки не шевелятся ему сделали там из чего-то как стеклянное и он ртом вот так страницы листает на всю православную церковь ни одного ума не нашлось помочь ему как-то он лёжа вот так пошел шевелит и бегу сторониться считает считает он научится так как те знают по-другому не будет это душа которая по-другому не могла вы знаете это сергей георгиевича козлова который иконописец этот болеющий там парализованного славу божию он рисовал иконы какие-то иконы брал то за скрашивал подправлял и проще до времени пока мы с ними встретились когда мы встретились в первый раз он говорит мне заказывает что определенного какого-то святого у нас собачка хороший как бы для нее икону то сделать это уровень нашего развития проходит какое-то время он полностью отставил это дело заняться словом божиим а сколько лет он лежал 17 лет это не два дня совершенно недвижимый мы сейчас посмотрим сюда и определим кто бы человеку нужно рассказать показать вот мне не рассказывали не показывали апостол павел говорит о своем обращении это самое действенное как был такой ягна он мог бы упустить это он рассказывает гонитель палач настоящий сегодня конечно быстро по лестнице какой-то структуры поднимался идут может разговаривать и друг слова божия достигает его а кто ты в господи никого никто не видит трудно тебе идти против рожна рожна это рок слова острый такой его на палку делает и боевать то нечем было а кто ты господи я иисус которого ты гонишь и никого не видит и мы знаем три дня не пил и не ел вот это уровень россии вы помните пусть сирайт когда заскочили они в храм христа спасителя поднимали там ноги кричали что семейные сделали еще ничего нельзя придумать казаки ловят по одной порет их вещами но можно рассказать то о боге до коня сквернили храм осквернили храм давайте запишем осквернили храм мы пришли немного времени прошло и там мы собрались и нас было человек 6 наверно мы подошли что мы сделали мы стали перед храмом христа спасителя подняли руки опустились на колени и стали молить бога господи открой глаза тем кто это видел откуда они взялись эти люди а что делать они осквернили храм давайте запомним они осквернили храм считайте теперь по своим книгам что нужно сделать со сквернением запереть и ждать освещения и объявить по всей россии а это не один не два человека приходите будем молиться с нуля с ночи до ночи и непрерывно будет идти моление патриарх чтобы был здесь епископы храм закрытый и будем молиться чтобы их бог не покарал обратил нашел казакам запретить это самоуправство делать хотя они охранители которые на дачах воруют и нельзя ничего сделать они их отпорят больше никогда не приходят здесь другая ситуация огромный замок надо было повесить амбарный храм никого не пускать мы на одной стороне помолились зашли на другую мы не забили тут обнаружено наблюдение отлично работает с одной стороны опять зашли четвертая заперта решетка сигнал мы дали сигнал выходит военные военные какой-то что нужно нужно чтобы открыли нам зачем мы помолились на трех сторонах нам нужно четвертой стороной замкнуть а кто такие мы православные оттуда приехали с барнаула и прочее он пошел видео позволил даже указание я тогда газ он задержался открывает мы туда зашли за оградку стали на колени стали опять они это не могли сделать а почему мертвы сейчас мы будем когда говорить вы увидите я обратился так маленькие дети ходят с родителями если сам он не поверил что перед нами слово божие эти книги александра сергеевича пушкина лермонта мы знаем все это кому принадлежит божие дальше второе название священное писание не просто писание писание много священное и третий библия у нас написано библия на всех языках которые я общался на их языках читал библии везде написано святая библия гарри ген бибин холебай был по-английски святая библия почему у нас не написали думаю святая библия у них прямо на корочке написано второе святая библия почему протестанты у православных главное вот пришел от служил здесь вот этот пётр мещеринов ему подчиняется все молодежные организации российской федерации и он говорит игумен московской патриархии 85 процентов мертвая зона у нас здесь никто же не понимает ничего ты хочешь убедиться который пришел купил свечки поставил и пошел он православный мы-то стоим здесь много не понимаем есть люди которые перевели по-русски дают объясняют это у нас от интернет на сообщество отдельно славянские церковные славянские изучают богослужение и все время проповеди на русском языке я сейчас коснусь этого имен у бога сколько у христа мы не можем сказать около трехсот пророщи столько которые исполнились мы не можем сказать на это потому что истина вера гнада лоза он спас спаситель он благословил благословитель по действию определяют сколько его имен но слово твое превыше всех имен то можно же не знать а слово божие значит и вот и узнаешь все вот меня никто не убеждал что библия слова божие ни один человек не говорил но я попал к ним в это время как корабль старая на рейде я в этом городе пошел в кино крест зашел бабушку показала кто-то молится и там верующие оказались баптисты с 50 никами соединенные были евангельские христиане еще были их троих соединила советская власть 45-ом году я зашел к латышам латышская он откуда быть я отвечаю по латышки все я говорю что не говорят я не пойму как на нашем языке там другие слова совсем которые я не изучал он готовой дверь там русское собрание я в русском собрании ничего не понимаю у небольшая простыни блаженно нищие духом вышито более на этом как есть я считаю блаженную нищие дух не до условий понимаю по-русски не знаю оказывается если бы у нас пришел да мало ли их приходит вышел и иди главное чтобы еще не утащил а здесь не так сразу за мной вышел человек один который ежедневно поминаю в молитвах я тип теперь только узнал вот у бога все сочленение есть кто любимый пророк у меня еремея а по-русски звучало еремей а их фамилия еремеева вот как бог подел интересно я даже не знаю что ты еремеев это простонародие называют а ты еремея и они меня пригласили к себе домой я все уже рассказывала то далее новый завет вот такого же черного переплета дерматийного сами обедают там завтракают ну сколько там было ну полчаса они через полчаса когда зашли я шестую главу считаю а до этого везде искал я понял это слово божие никто мне это не говорил она как бы зазвучало и вот здесь вот все пошло и они говорят а вот вы верите что тут написано деяния 2 глава тут заговорили мне 50-ники там говорят как сразу я латышский язык три с половиной месяца потратил на немецкий 6 месяцев на английском на 4 месяца ушло я уже в америке был беседовал и а как так этого не может быть не нравится он берет давай не надо другое другое не верит и в нас антихорочки останутся это слово божие мне надо было доказать что слово божие а докажет бог когда склонимся на колени вот я делюсь опытом павел говорит неоднократно как он обратился это очень действует на тех кто слушает первое счет на того кто то говорит стали молиться когда ну помолись а я что достойную считаю богородица дева радость они на крайне это ветер-то идет они подумали бурный ветер день пятидесятницы у вас то молитва своя как молитва я молился ну свои то слова у вас есть для бога ну простите что вам надо мне еще не надо у меня стопроцентное здоровье на корабль не берут хеликов денег у меня хватает бог хранит от греха матросы где там стопроцентный разврат у меня по материной молитве бог хранил от этого и вот здесь самый последний момент так у меня веры нет мне надо было чтобы сказал господь я богу сказал на корне у меня веры нет дай господи вот как вот так вот по углам кто-то верю 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 пошло и к утром весь караван кораблей уже знали что я сошел с ума я первым же матросу заявил как поверить слова его живое и истинное если слова божие тебя не коснулась ты через кого-то ты совершенно мир ты можешь ходить прищищается мертвец почему ты не находишь здесь ответа а ты находя ответ здесь вопросы вот у нас лежат книги какие до книг мало ли написано но наши книги отличаются от того что они построены на слово божие вот 30 томов открытым окон и в каждом томе около 3000 ссылок на библию это никогда не было нигде стихотворение бывает на каждой строчке указано место из библии это 9 куплетов 9 и 4 36 36 раз открыть надо библию это мировой истории никогда не было почему бог дополна наполнил когда я был в америке ну меня там по разным городам водили большие города сан-франциско вашингтон нью-йорк я тут оказалось так пригласили приехал туда метрополит питали главный который у них там был метрополита больше не было и вот никогда не забыть это такой подиум откуда говорят возвышение ну например вот насколько вот выше то мы площадь вот это того огромное то ли там театр как у них и сидят если я стал говорить его преклонном возрасте быстро поднимается у меня этот микрофон берет я сколько вам раз говорил а то вот теперь приехал человек говорит он не мог дождаться когда слова божьи на такую высоту и высказал смотрит на людей он как молодой мальчишка сделался я дальше говорю на 5 по ступенькам поднимается микрофон из рук вот я дождался того момента когда наконец-то господь показал мне что я правильно говорю слово божье всегда правильное мне никогда не уйдет это никуда и утром вечером моление старый держится такая коляска как у нас у антонины было а я рядом с вот с этой стороны как брат сергей каждый день рядом молились и когда я людям говорю вот молитвенника я видел кого его ты начинает я ощущал это сердцем вот как господь это дает как наградили нас какими книгами жарном виле были коровы только куда привозили это все бог делать через слово свое вот нынче будет уже 62 года как я обратился за 62 года тысячи тысячи людей до что тысячи у меня только на одном канале где-то около 90 миллионов просмотров миллионов это во сколько раз больше москвы господь это делает как через слово свое сегодня мы вот услышим любовь к слову божию давида апостолов евангелистов и отовсюду старался выбрать сегодня сократил еще на несколько раз уже так слишком шапширная такая тема будьте внимательны первая пара арпаминон 29 11 что нам это открывает книга и себя проверьте когда вы последний раз библию считали но если ты в интернете ты с нами будешь это мы каждый день занимаемся этим 29 11 пара арпаминон означает добавочные переводе твое господи величие и могущество и слава и победа и величие и все что на небе и на земле твое твое господи царство и ты превыше всего как владычествующий вот все все принадлежит богу а слова твое превыше всего этого и мы сегодня услышим это и переводчики перевели абсолютно правильно я могу любому доказать что русский перевод вот этот 1876 года синодальный наилучший перевод во всем мире и такого перевода быть не может это я проверял на тех которые знают еврейский язык как александр мей я сказал если перевести могли бы таких переводчиков нет на земле больше вот мы считаем псалтырь кто перевел папский герасим петрович какой учебники для еврейских школ писал учебники писать можем мы готовы то прочитать не можем преподаватель в академии воспитатель царских детей и он переводит для духовной академии попросили перевести ветхий завет для лучшего разумения то есть семинария позади академии учатся а понятия нету и он перевел так мало того перевел переводом занимались четыре духовной академии не один человек хвой сын данил аврамович еврей принял православие доктор там философских наук лейцыги ну все мы биографии можем просчитать где почему все люди отдавали на это чтобы слово божие достигло детям своим близким то гости приходит свидетельствуйте раздавайте слово божие у нас еще много там есть евангелие отдельные евангелие от я она сейчас надо еще четверо евангелие достать дальше салон 82 по закладке в разные времена своей жизни давид все время взял в упор на слово божие от 118 салон 113 стих вымысли человеческие ненавижу а закон твой и люблю видите как все здесь вымысла а у нас этих вымыслов на каждом шагу откуда ты взял это я вижу так делает и я делаю через какое плечо подать свечку вот когда приходят люди разговаривают смеются обнимаются служба идет и никто за этим за порядком не смотрит почему его выгони свечки не купит главное это не забывайте здесь рядом мамона а мамонии богу невозможно служить сколько ларьков у сектантов сколько ларьков никто и даже не знает ну маленько то посмотрите они от нас брали когда библия до стала доступная но она стоила конечно и порядочно протестанты их называли по другому маленько что действий что дай это означает час по немецки и которые были в плену первую мировую и вернулись оттуда а когда были там с ними беседовали слово божие они узнали и когда приехали сюда они с первым делом стали собираться пригласили хватит а вам зачем это надо что да то есть они на один час собирались и уже что действие и люди не против были священника спрашивают вот мы сегодня не пошли в храм божий как-то тоскливо или словом можно заниматься священник не знаю ну сказал бы сходите в храм а потом занимайтесь тут на глазах все я занимаюсь этой литературой от сектантов даже на что же с нами делается то а то что гордились и мы и никого больше нет мы русские нам бог смотрите какую землю бог дал одну шестую часть мировой суши а что мы на ей сделали один спрашивает сегодня почему русских везей ненавидят на слово боже потеряли не будем остальное брать сегодня самый лучший курорт и когда отправляют люди за границей клиенты спрашивает а русские то будут если будут никто билеты брать не хочет потому что то показывает себя таким житьем что лучше бы граци не не видеть его не знать а это она снова верующие как с нами господь будет говорить считаю 82 господи боже наш как величественное имя твое по всей земле слава твоя простирается превыше небес имя твое заметьте прославляет а потом говорит слово твое дороже всех имен имени его и его а почему по-другому говорят яхва никто даже не знают слова бог если пишет еврея он не пишет бог он б и дефис и буква г б г ты можешь бух бах бик там говоришь да ты не знаю что тут написано но теперь-то мы знаем у них никак озвучит яхве ягве иегова переводчики сошлись на том что более близки согласно других названий и его и поэтому раз библия уже утверждена восемь раз говорится слова его а в оригинале сколько больше семи тысяч раз слова его во а русские вообще не знают ни разу ни в многослужениях нигде нет этого имени я сколько раз говорил даже больше ну хоть где то но я что сделаю я понимаю что не властен но те которые составляли то все не русского то ну ну одно слово хотя произнесите туда ужаса доходит она знакомая моей сестры а я думаю это говорится о пасшал сне в ангеле и все от не ученика и люди то куда идут и вот тоже надо сделать то сделать сначала души и позаботься сегодня выставили женский день вот теперь знаете придумали поздравляет моя лучшая мама заголовок коллег красиво я сразу дал опорожение в первую очередь от спорить ученики будет ему такую же дали отнеси маме моя мама лучше тут написано тут написано моя мама десять человек уже раздорили их потому что он опирается на то что здесь написано а как вы подумали моей доброй маме больше бы не надо зачем а раз она лучше давайте посмотрим что лучше за время перестройки в российской федерации 120 миллионов абортов а тащи же мама 120 миллионов это государство большое где она кто разрывал на счастье ребенка в утробе матери второе по порядку поженились а никто не участвует в этом сами находят родителям уже приводят он уже живут они вместе и что дальше разводов первые четыре года восемьдесят четыре шесть десятых процента вот тысячу свадеб восемьсот сорок шесть разведенных четыре года кто детей воспитывает лучшая мама и главная эта причина в том что женщина учит мужа сегодня уже какое планирование семьи планирует остальных убивать все а как это научился этому а кто учителя то у нас в школе там много учителей мужчин мотива по физкультуре остальное это женщины и когда стали преподавать разные идеологии всякие развраты как они взяли за то им повысили зарплату их отпускают в отпуск а они учат как показывать на предметах на на другом смотришь сегодня даже дурдом по-другому не назовешь какой фрукт больше напоминает что-то это в школах ну знаете как как это распространялась быстро как чума старики и те сумма смехнулись выдели когда что печатается все открыто снимки как это делается а стоит а ничего не другой по плечу хлопать его опоздали браток прямо так наткнулся батюшка у киоска мы говорим об истине христовой а его слове которое лежит перед нами мы можем считать себя счастливыми так ефесянам 121 записывайте себе потом проверить и мне не по порядку записан потому что я долго не не знаю сколько недель все над этой темой христианам 121 сейчас мы перейдем что имена его посмотрим что имени принадлежит верхняя нижняя все господа под его именем и отдали слова превышает все его имена 121 превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в семь веке но и в будущем слава боже где бы ты не его я привожу одного наверно может быть протестан был во франции евгений берсье проповедник огромная аудитория 2000 человек примерно и он говорит вот помните графу манты кристо арестовали прям со свадьбы пожизненное но дают одну книгу с собой взять на все время какой бы взяли все сто процентов от петель и библию я этот вопрос задал камере мы сидели наша камера за вами к камера академиков преподаватель второй группы космонавтов залетел это не просто так главная рыбака алтайского края север тоже это же какой бы книгу взял тот называет там какая-то книга с математикой связанного насколько тебе хватило но я уж не рассчитала насколько на год никаких других книг нету все а другого другого вообще ничего нет он просто делает что-то хорошему штук сделал из этого щетка которая делать он умеет все делать а читать не умеет у человека образование есть а как сказать вот здесь слово божие превыше всего 410 официально 410 11 не шедший он же есть и вошедший превыше всех небес дабы наполнить все и он поставил одних апостолами других пророками и иных евангелистами иных пастырями учителями к совершению святых на дело служения для создания тела христова доколе же придем в единство веры и познания сына божия мужа совершенного в меру полного возраста христова если доверие есть богу почему такое разделение допустим все протестанты имеют библию а такое расхождение потому что учителя отвергли ни одного еще не встретил которые вы сказали апостол перечисляют пророков агава больше не было поставил уже в европе на прошедшем времени учителей назовите никого не могут назвать по сегодняшний день там бакмелдеры там все собирают от американские а кто учителя по порядку начинаем знаете богоносец парикам с мильский усин философ они отвергли это отвергли и все пошло библия в руках а что вас смущает православие да иконы вот тут мощи в бактисов никакой мощи нету а почему в одной америке 21000 разных наименований динаминации называют конфессии ну и ереси надо это слово прикрытие почему еще прочитаем филиппинцам 47 следующие так разумление нападает господь 47 и мир божий который превыше всякого ума соблюдает сердца ваши и помышления вашего христе иисусе это дает господь сначала показа милища божия он сохранитель вот здесь ждитель заботливый это все его имена и далее лука 11 28 где-то рядышком двадцать семь и двадцать восемь когда же он говорил это одна женщина возвысив голос из народа сказала ему блаженно чрево носившая тебя и сосы тебя питавшие а вот сейчас по природе вот речи о богородице да богородица царица небесная да блаженно чрево носившая тебя правильно тут все бы закончилось у православных на этом закончилось но мы даже не можем сказать с кем он разговаривает господь но сказано так и все мы дальше слушайте это против нас сейчас а он с большой буквы сказал блаженны слышащие слово божие и соблюдающие его вот она блаженная как будто бы не слышит слушающие исполняющие слова оцените это убойтесь тех которые не читают божья матерь прославляется женщина ну кто она сказала то она правильно сказала тут бы по все колокола звонить надо нет слушающие исполняющие больше еще не надо а когда как слушается слушать это вот у нас записанная и дважды начитал на пленку а теперь это в интернете стоит на меня выйди я тебе сразу все скину моим голосом начитом 12 томов златоуста 12 томов жития святых мы библия библия которая была на катушку там не так его кгб там стерли а теперь вернувшись я заново насчитал уже прямо на компьютер только выйди ты можешь на кухне свои дела делать ключи вот у нас потеряете там на кухне там мужчины когда утром не придешь в невключеное они делают готовят завтрак все время звучит слово божие один тут корреспондент приезжал и говорит поехал я проголосовал сел только слышу ваш голос вы считаете машина неизвестна чья приехал то куда в монастырь зашел они первый вопрос задали как там потерять дело это как вы могли напомнить так никак это слово божие слово божие это делает дальше 4 4 это у нас лука идет иисус сказал ему в ответ написано не хлебом одним будет жить человек но всяким словом божиим иисус сказал всяким словом нас как будто это не касается ведь речь идет о спасении души и господь каждый раз спрашивал как написано при царе все стоит там православная русь как написано чего написано где написано мы даже не поймем о чем господь спрашивает у евреев то это было они это слышали они читали и вот когда сатана все искушение мира он в три вопроса поставил и падше поклонись мне бросься вниз а господь говорит написано господь это и спрашивает а не об этом сатана написано не искушай господа бога твоего хлебом взял не хлебом единым заметьте но всяким словом исходящим из уст божий она вышла и запечатлена тут еще вопрос евангелие матфея написано после воскресения христа через пять лет марка через семь луки через пятнадцать и она через тридцать пять вы что делаете прошлом году в это вот за один год еще не вспомнишь я веду дневники я могу еще найти а так то как как они это все могли при том речь идет запятыми дух святой горит придя научит вас от грехе о правде о суде вот суд божий об истине о правде а какой грех люди разбирать грех вот этот большой этот малый правильно за который судят а за другой не судят а грехе , что не верует в меня только одно человек не верит родился там кто у тебя родной близкий все болезни там будут если не веришь в бога ничего и нету а до чего жизнь какая я когда беседую но ты не веришь бога скажи как кай в какой смысл но кто-то придумал сказать роди сына построй дом на саде дерево и были дерево спилили буря повернула не в ту сторону дом сгорел а сын наркоман еще дальше ведь речь идет не об этом совсем главная цель какая для меня жизнь христос и смерть приобретение запомните хорошо переписываем 1 21 дальше марк 7 13 марк раньше как сегодня говорит а как готовится когда в священнике руку полагать а в это время кончили семинарию и откуда молодые девистика набираются в москве где семинарии есть там академии стоят молятся кланяются все а ты проверяю как она она матушкой хочет стать а как проверить можно можно один вышел и горит а вот откройка где написано откровение то она ищет там это испытание не выдержала она не знаете что написано это семинаристы про себя уже пишут как у них и по слову божию вот едем дорогой стоит мур какой-то мужчина в черном одеянии и женщина рядом до города еще 1300 километров посадили разговаривались она спокойная такая сидит ни слова нигде я его говорю батюшка библию дали открой как там написано екклесиаста он не знает где искать как же так ты же священник где-то как она взыграла а то было специально дали чтобы насмеяться над ним упаси бог мы же беседуем вот она показала же не мужа никого нет а он не по своей священник как они здесь уже рукоположили поймазали или императоры гора президента знаете что тут царя уже поставили этого повесили его и добарула доехали то и тут они привозят своего одного царя и со мной встретиться надо я посмотрел уголовник какой-то и я их отличаю сразу кого вы взяли это слово божье покажет что не может ничего быть пока мы не справимся от нас это зависит дальше евангелия а так считает морг 7 до 7 13 еще раз устраняя слово божие преданием вашим которое вы установили и делаете много сему подобное про нас написано слово божье устранено другим я уже об этом неоднократно говорил почему же не видно слово божье это ты на молитве просто открой сердце и скажи господи дай мне любовь к слову божию вот разговоры про кого кто осуждает самая любимая тема это так дорого узнал ты портал но если ты это узнал так ты примерно вот как про сократа рассказывает один я такое узнал про твоего товарища он говорит это хорошее или плохое да нет нехорошие так ты пришел мне рассказать что нехорошие дальше а ты уверен что это так да нет не уверенности пришел сказать неуверенно не знаешь было ли так теперь отношения наши не улучшится тогда извините я пошел домой мы некоторые вопросы должны поставить как сократ ставил то стоит не слушать он там это говорит ну ты его разбери что он говорит уверен на сто процентов увидишь ничего там и нету а почему источник куда слить ему надо это размножить далее евангелие от явно 1035 мы про слово божие берем все листописание открывать 1035 и она вот считаю если он назвал богами тех которые было слово божие не может нарушиться писания тому ли которого отец осветил и послал мир вы говорите богохульствуешь потому что я сказал я сын божий я вчера как раз говорил на проповедь это второй стих 135 псалма там кажется 26 стихов я на каждый буду говорить проповедь так мыслиться и так бога богов прославь бога богов и опять прославь бог над всеми богами а кто боги падшие с неба называется тана начальство наше вот и видишь сам теперь что это ну а можно знать по другому можно писание не может быть нарушено они богами натовой начальник какой-то по улице городской мэр города это боги с маленькой губы правда ну вчера этого я по порядку все места перебрали какие и он над ними над всеми мы должны это все узнать сказал человек так а так ли это вот разговаривать о боге это настолько легко вот сел поезд он тронулся только и перекрестился что нужно сказать высшее начальство плода патриарха вот так вот сюда вот сейчас покажут священники вот так вот вот так вот и потом ниже пупа вот здесь вот такой рукой проводят небрежно маханью руки на молитве бесы радуются ты открой глаза вокруг тебя легионы демонов и ангелатоуст и кланяться вижу ну хороший митрополит правда со славиным немножко вы знаете о ком поклона никакого нет вот так вот ну откройте вы берсеневские ведомости поклон должен быть такой чтобы рука могла пола коснуться не сгибая в коленях ну маленько то расшевелись и у нас сколько людей которые могли показать на примере старый больной там это один вопрос но ты должен знаешь что они так это здоровый крепкий поклона то нету и кивание головы это называется мы даже поклон то сделать не можем перехрестить и не можем правильно как одному было видение рукой то отсюда туда не доносит сюда а только зашел сразу увидел сидит у него там рогатый ты чё ж руку то не подаю не доносишь он донос то я сразу жития святых об этом говорит один зашел продает продавцу подошел а ты давно с ним ходишь с кем со змеем ты чё не чувствуешь он у тебя на шее висит змеи как так змеи а я его и не видел ты обманываешь людей гири то подрезал говоришь там килограмм а там 900 грамм только всего и все мы не видим глаза так когда бы открылись люди причащаются все это все у нас как надо сделано дальше мы не видим вспомните 19 января по старому стилю макарий александрийский ему это показано в то время причастие не в рот давали а отдельно ща шашлыка по евангелию написано и он в это время видит евангелие попадают причать это тело господня а господь уносит а он враг божий уголь толкает и когда причащаются уголь в рот толкает это жития святых демитрия ростовского я называю девятнадцать января макарий александрийский и вот когда человек немного только пройдет он спать об не просто спать сатана прошел и тебя коснулся он видит что литургия как у нас ни одной литургии без меня нету вот весь ответ маленько то мы пришли сюда для того чтобы уйти другими повыше деяния 67 ну а теперь как понимали апостолы 6 глава и слово божие росло и число учеников весьма умножалось в русалиме и священников очень многие покорились вере то есть и не покорялись вере священники а тут они покорились слово божье распространялась я тут он когда встаю раз и в интернете то на свой канал ну минимум как 10 человек приходится в черный список заносить такие хулы и притом совершенно и ничем вот видит у нас там обедает он всякую гадость говорит и я разузнал платят деньги большие людям которые день и ночь они сидят сидят смотрят и сегодня вдруг какой-то человек выходит я запрос сделал с франции и он начинает разбор про победе лапкина игнатия тихоновича я уникновил в черном одеянии когда он пока досчитал я даже не поверил откуда ты взял господи по порядку все разбирает вот как митрополит сергий как павел бачков доктор богословия вы можете как угодно поносить но тысячи людей которые пришли через него еще будет а это по порядку все разбирает и почему я застрял к нему зашел когда я увидел и все что говорят о нем это неправда вот правда где почему вы не берете то что есть первый раз так увидел я сразу в некоторую вопрос а кто такой откуда ответа надо приду может быть получит получил конечно мы даже с радостью принимать и хулу и поношение как пушкин говорил приемли равнодушно не оспариваю глутца у них другого то нет ничего так мне помогает еще руководитель у нас который в интернете он еще половину убирает 13 кажется тысяч человек я занес только в черный список которых и тут же вылазит и вылазит и вылазит и вылазит почему господь знает а мне как никак никак я благодарю бога и за всех их молюсь тут рекон как рекорд был у меня за ночь 71 звонок но 40 если звонков это поменьше незнакомые люди хохочет что-нибудь угрожают у ворот стоим открывает всякое такое стараясь не отвечать один раз ответил так и не раньше то есть прошу молитву чтобы господь обратил этих людей а другой раз посмотрю какое время думать самое время молиться да спасибо господи а то проспал где-то там бывает 2 сейчас 3 сейчас еще далее я и 6 7 открыли и 9 или посмотри 914 на 8 находившийся в уса время апостола услышал что самаряне приняли слово божие послали к ним петра и она которые придя помолились о них чтобы они приняли духа святого то есть уверовали все а духа святого еще нету а как же они обратились первой ступеньке вот у сектантов к на занятия приходили задавали вопрос а как вы думаете и вот у баптистов есть нет дух святой я говорю никто не может назвать иисуса господом какой-то духом святым вы признаете да признаем на это ставить там дух святой а дальше вы вне церкви должно быть только положение идти как вам ничего не остается как принять православие потому что это ближе всего к истине где-то мы должны вот это увидите слово божие росло росло а у нас она как расти когда в непосеянное слово божие росло и число учеников росло вот люди которые обратились богу говорил моего там ничего нет все это делает благодать божия еще я тысячи раз повторяю человеку никак нельзя это сделать один раз так а побеседовали вы знаете он сколько у меня кажется четверо ребятишек ушел машину взял в тесте и не заплатил ничего помолитесь в интернете я помолился она тоже пришел домой ни слова не говоря лег на постели говорить никуда не уйду ты его вчера найти не могла алименщика почему бог это он делает так вечером помолился он кутро а чё я не знаю почему вот как бог делает блокадный ленинград мать с дочерью это я примерно говорю что поняли как они взывают богу господи мы умираем ничего нету кошку съели крыс не можем ловить ничего нету сожгли все что было и книги пошли нам что-нибудь и друг дверь про открывается их падает что-то возле них они домолились до конца открыли а там сгущенное молоко сахар там хлеб они ничего не поняли помаленьку разделили и вот утром наступило стучится человек или открыта уже дверь была и он говорит а кто вы такие я не знаю кто они такие но молились своими словами приспища уже а кто ты на мой зенитная батарея здесь нам хорошее все дают чтобы мы стояли на ногах и вот я говорю лег спать какой-то голод встань под тобой на этажом ниже умирает голоду я подумал еще попало только лег опять то же самое я не выдержал то дальше уже не помню все взял открыл дверь бросил ушел когда считаешь думаешь господи мы свидетели я встречался с этими людьми такое же я начал только свидетельствовать один подошел открывает общий вагон открывает его дело они слова не говоря у меня схватил новый завет и в окно выбросил ну я посидел дальше поговорил вышел тамбур и он вышел простите меня еще надо и наделал то а что достучи каждый день ругаемся и я вот сел и сам не знаю что меня на тебя нанесло то вроде бы а в это время ягоды собирают пройдет какое-то время я буду проезжать и мать с дочерью все время искали слово божие и в другой поезд проходит и с неба падает в евангелие что не могу за все благодарите а я тут даже не знаю благодарил или нет у меня другого то не было с собой это бог делает и так делает чтобы сердце наше говорит заливало с радостью меньше всего повторяйте то что не не возрождает говорите больше всего по слову божию еще откроем 814 прочитали 814 читали прочитали для дальше 11 1 это мы не я не считаем у меня то вот шпаргалка какая совсем маленькая услышали апостолы и братья бывшие иудеи что язычники приняли слово божие понимаете ну все мимо вот чтобы я разговариваю со священниками вот тебя сейчас и взяли бы и куда-то в командировку отправили на камчатку другие но часто еще там не так чтобы ты стал делать а храм там есть нет храма нету ну надо все туда перевести там кодила то другое ничего тебе не дается вот как есть сейчас у тебя с собой разговаривали на улице так ты должен делать ничего нету а вот со мной разговаривает баптист и говорит мы узнали в таком-то городе показывает где у нас брат игорь там работал этом за багаданом и господь как касается средств как мы это отправили ни одного города там уже женой да у нас там уже люди были проходит года три-две общины вописки образована а православный дай вот это да это он так стоит и еще пойдут это любой скажет как вот приехали потеряевку батюшки на окошке весь алтарь был приезжали люди постепенно все было с нуля а с нуля для православных без слова божия что ты скажешь дальше 1224 я потом скажу это на 48 слово боже росло и распространялась видите как росло количество людей уверовала и распространялась вы будьте свидетелем этому мы проповедуем слова божия вот когда я привожу то ли там так написано не так даже не знал что это будет читать сегодня он считает в этом глухой слепой другой слышит и видит и видите как прямое слово божие она распространялась распространяйте там где вы находитесь где бываете где едете где разговариваете с кем-то первые два три слова дальше говори о боге я говорю с одним ехал и уже проехали там где-то ребреха и проверка билет я показал или сидят двое молодые люди один показал а она повернулась за спиной подал ей это же самый билет а я потом узнал и говорю знаете выбор стиле вора он воровать будет как воровать мы сейчас у государства с воровали почему билет не взяли а потом проходит какое-то время сейчас не знаю ну лет 15 и он вышел на меня и говорит я был бы вором кого не вы тогда когда вы сказали я так испугался больше нигде не стал этого делать зайцем не стал ездить вот и все нечаянно брошенное слово и она дает плоды как григорий низкий говорил она имеет силу вырастать приносить 2 12 48 говорится что слово которое я говорил господь говорит она будет судить последний день для меня это был переход рубикона она будет судить а не то что меня научили сказали водили рассказывали и словом божьем если это не сходится слово которое я с большой буквы говорил она будет судить вас последний день и вас будет судить и других поставьте себе за господи только не быть осужденным на суде божием и каждый день себя на этом проверять что не так помоги исправь пошли даже не так вот который мне название столько я не надо не протянул конечно я уже то телефон прям рядом к воду только когда закрыл опять вот так поднял закрыл отошел один звонит другие а потом утром сану все разные номера я давай их выписать разные как это так договариваться хотя господь делает будет на молитву я так уже принял для себя и обижаться не на что дальше второе петра 353 1 5 2 петра 5 стихов прочитаем думающие так не знают что вначале словом божьим небеса и земля составлены из воды и водою не эволюция словом божьим земля по которой ходим небеса звезды все словом божьим да будет свет господь сказал а ты дома если показывает электричество богатство хоть закричить да будет свет так темноте и будешь сидеть считаем дальше послушать как какой наш сильный господь всемогущий да 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 5 до 5 стиха думающие же так второй третий стих по порядку все прочитаем чтобы вы помнили слова прежде реченные святыми пророками и заповедь господа и спасителя преданного апостолами вашими прежде всего знаете последние дни явятся наглые ругатели поступающие по собственным похотям и говорящие где обетование пришествия его ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается также думающие так не знают что вначале словом божиим небеса и земля составлены из воды и водою ну хорошо любит этой матчей ни слова не видит когда воду бог образовал не один не может сказать уже первая глава дух божий носился над водой она-то откуда взялась и еще 35 от этого прочитали 1 явно 25 сейчас еще немножко рядышком первое послание я на 15 дальше и вот благовестие которое мы слышали от него и возвращаем вам бог есть свет и нет в нем никакой тьмы вот так и 14 стих я люблю бога по слову божию проверяется не по словам так одинаково нет не одинаково ученик которого любил иисус зачем показаны сейчас они пониже были так меня спрашивали если вас любимцы какие-то господа были любимцы почему нет кто больше помогает то больше ревнует то больше распространяет слово божие и 14 стих я написал вам отцы потому что вы познали безначального безначального которое называется словом божиим ну и тут еще чуть-чуть ефесянам 617 смотри как апостола все время подложила слово божие поднимает на высоту сами по себе священники мы разговариваешь город большой большой город краснодар рядом там такие области ростовская нет ни одного храма где бы крестили как положено вот так ладошка мокрый по голове самое страшное на фронт его обрели видео туда привезли и олег сеняев он библию знает но вот эта среда его разлагает один с огромным ведром стоит уже бритой верху видно затылок он так рукой на затылок капает ему человек на фронт идет уже на фронте на что же нами делается почему так он курил матерился такой он останется ты расскажи о боге так у меня нет времени нет времени обманывай этой капли воды а то божий песком батюшки все песочные такие от воды и духа они от песка почему говорите взятой духовного луга 196 страница и там написано когда они пришли сказали дионисию что еврея обратился и больной был и моего песком не выдумать эти на иорданы крестите так что еще не продолжаете то область а песок но у меня куча какая песка можно весь город сегодня перекрестить дальше филиппи сам 114 эфесянам 6 17 6 17 и шлем спасения возьмите и меч духовный который есть слово божие слово божие меч против всяких нападок против всего говорит но мы никуда не изменимся мы православные я вспоминаю петра миссеринова она об этом говорит это что мы-то проигрываем везде один раз встретил горь хорошо знакомый юноша ходил вдруг в церкви не стало прошло полгода я встретил ты где а я баптистом стал как-то да так говорит я прошел по всем храмам москвы который мог достичь нигде не проповедуется у них хоть как-то но проповедуется хоть как-то так это все с нас спросит а почему мы авторитет слова божия не поставили у нас он поставлю посмотри везде таких надписей в нашем храме здесь наружу 25 выдержит 25 и даже 5 нету я когда был отца кирилла сахарова его минута на берсеневке там николы и он принял это это же напечатали я стал смотреть где напечатаны везде с ошибками ему сказал он тут же выступил и говорит вот я был и говорили какое отношение вы даже не видите что ошибки здесь ну хоть кто-то достался вернуться батюшка ты главный то здесь слово божие должно звучать пишите его где вот еврея по такая коробочка вот как фонарик на лбу когда идет и там любимые стихи много или мало войдет и не знаю дальше на косяках у нас на косяках не надо мы выше косяков взяли это слово божие говорит прислушались нет слово божие где у тебя лежит библия когда с детьми занимался последний раз когда пришли гости когда вы открыли библию что самое интересное было телевизор смотреть 1 писание писал 217 213 еще чуть-чуть или писал один четырнадцатый есть это тема огромная такая ну 213 посему и мы не напрасно благодарим бога что приняв от нас слышанное слово божие вы приняли не как слово человеческое но как слово божие каково она есть поистине которые действуют вас верующих когда начинаешь говорить православная бумага все терпит я тоже могу это сказать здесь об этом как и говорится вы приняли не как человеческое слово а как божие вот божие слово бог сказал и рука человеческая записал писали будучи движим и духом святым вот ну как то сделать в письма кому ты пишешь говоришь звонишь найди место слову божию обратились как батюшка рассказывает ну то видимо из баптистов то и приняли православие и сразу позвонили игорь батюшка вы нас познакомьтесь с сестрами которые словом божиим занимаются чего словом божиим занимаются вы забудьте тут этого нету ну что такие знаю все нет нет этого они каждый раз когда звонят сестра ты что сегодня читал от у нас в интернете сколько и каждый выставляет и вот это армянка дебора горидан а насколько дает все время много господь открыл ей она хрещение приняла дальше 1 тимофеев 4 5 имя господне 59 раз поминается не будем все так 1 тимофею 1 тимофеев 2 13 4 5 да все там написано вот он и 2 13 вот он ибо прежде создан адам а потом его и не адам прощену жена пролестившись впала в преступление откуда мы это узнали а жена пролестилась на причем тут я учить жене не позволяю от этого из библии узнаем и равноправия равночестности этой нету где даже спросить что-то дома когда придешь богу нашему слава да великое дивное слово его здорово дай нам аминь